Что нужно делать для того, чтобы русская традиционная культура здравствовала? Для того, чтобы мы приезжали в деревню и не видели, что люди поют только «Ай, Калинка, Малинка» или «Шумел камыш», чтобы наши дети читали русские книги и знали свою историю и культуру. Для этого нужно создавать такие фестивали. Когда я по приглашению Екатерины Анатольевны Дороховой приехала дважды на Первый и Второй международный конгресс фольклористов в Москву, то все ученые и историки, и этнографы, и фольклористы, и краеведы, и лингвисты, всех уровней специалистов российского и мирового уровня сказали одно, что сегодня мы можем внедрять или прививать вот эту культуру только когда мы будем делать праздники, фестивали, проводить научно-практические конференции, когда мы будем разговаривать с молодежью глаза в глаза, когда мы можем это делать не на уровне «тебе это надо», а чтобы они этого захотели. И сегодня, кстати, вы просто этого не видели, у нас приехало 65 студентов, которые разбежались по всей территории Государственного Лермонского музея-заповедника Тарханы, которые отвечают на вопросы по русской традиционной культуре и играют в молодежный квест «Найти перо жартицы». И кто это перо найдет, конечно же, будут победителями. И я думаю, что после того, что здесь происходит, у них что-то изменится в душе, у них что-то должно откликнуться в сердце, у них должны засиять по-другому глаза, потому что только мы можем являться примером правды, любви, чистоты и веры. И я с большим удовольствием хочу предоставить слово заместителю генерального директора Государственного Республиканского центра русского фольклора, кандидату искусствоведения, женщина-легенда, Екатерина Анатольевна Дорохова, возглавляла фольклорные совиссии при Союзе композицированных и общалась с легендарным Тихоновым клиником. Это легенда Екатерина Дорохова. Дорогие друзья, я поздравляю вас с этим замечательным событием. В первую очередь с праздником Рождества Пресвятой Богородицы и с нашим фестивалем Жар-Птица. Действительно, здесь уже говорилось о том, что прекрасно и не случайно то, что он проходит на этой земле, вот здесь, в Тарханах, освященных именем величайшего русского поэта. Но не только этим славна для нас эта земля. Вот именно здесь, в этих степных просторах, которые издавна окружали московское государство, еще с глубокой древности, вот здесь ковался русский характер. Здесь ставились крепости для защиты государства с юга. Здесь жили люди мужественные, открытые, которые не боялись смотреть в глаза опасности, принимать любой вызов. Они умели побеждать. Здесь рождались песни, прекрасные песни, которые своей широтой, своей мелодией, богатством в своем многоголосе поражали и восхищали всех, кто приезжал на Русь. И вот я смотрю и думаю, а ведь не страшно, что там за этими стенами дождь, холод. Это не имеет большого значения. Главное, что в этот день единения всех русских, и мы тоже здесь объединяемся. Главное то, что здесь так много прекрасных молодых лиц, молодых глаз. И я верю, я вижу это, что вот вы все, вы достойные наследники, которые способны взять в свои руки и понести дальше вот то огромное богатство, богатство нашей национальной культуры, которое сохранили и передали нам наши отцы и деды. Еще раз всех поздравляю. Спасибо вам всем.